Глава одиннадцатая. Верховному жрецу в кадила не смотрят. Хозяин. Задумчиво пробормотал Хло. Он мог не продолжать. В этом одном слове были все сомнения, опасения и предубеждения относительно моего плана. Признаться, я и сам начал подозревать, что не все так хорошо продумал, как мне казалось. Но все же попытаться стоило. Я тихонько пнул носком сапога дурно пахнущее нечто, облаченное в рванье и брезгливо сморщился. Че надо? По трепью прошла легкая волна. Дело есть, работенка. Человек в рубище приподнялся, и я облегченно выдохнул. Да, был он с небольшого похмелья, свою роль бездомного НПС-алкоголика отыгрывал блестяще. Но в глазах читалась осмысленность. Явно понимал, что я говорю. «Что за работенка? Мои услуги стоят недешево. Я, знаете ли, великий охотник. Наоборотни. Я в курсе, а то чем-то». «Мы знакомы?» — нахмурился пьяница. «Виделись разок». «Да? Ну ладно. Что за работа?» «Не пыльная. Жилье предоставляется, еда тоже, выпивка». «А делать чего надо?» После слова «выпивка» глаза у аточента влажно заблестели. «В том-то и дело почти ничего. Людей принимать в лоно церкви. Ты будешь жрецом улока, бога лени». «Ммм, заманчиво. А что по деньгам?» «По пять золотых за каждый месяц. За год получится шестьдесят монет. Что ж». С трудом поднялся пьяница. «Взвейся все за и против. Ишь ты, цаца какая. Мало того, что аточента живет по принципу «ищу зарплату, работу не предлагать». Так когда к нему приходит с конкретным предложением, еще и кочевряжится. Эх, и будь у меня время повоспитывал бы, а так...» «Я согласен». «Тогда по рукам». Обновлено задание, первый после бога. Найдены два жреца из трех. «Что ж, теперь бы тебе не помешало помыться. Хло, держи монету, сбегай, купи чистую одежду». «У меня нормальная одежда». Начал сопротивляться аточента. «Ага, для Хеллоуина». Мой умный Фейра на возражение охотника внимания не обратил и уже проворно бежал к ближайшей лавке. «Так что давай, скидывай портки. Видишь вон ту бочку с дождевой водой? Вот надо очень внимательно изучить ее изнутри». «У нас не было уговора». «Эх, ну что за народ такой глупый, эти жрецы? Пока на больное не надавишь, все чего-то возмущаются. Права качают. Кричат о Женевской конвенции. Что делать? Приходится по носу щелкать». «А-а-а-а-а-а-а-а-а!» — завопил аточента, схватившись за татуировку. «Вводные процедуры», — повторил я, а охотник на вампиров, испуганно косясь на меня, стал стягивать рубище. «Нет, всё-таки зря мне такую мощную штуку в руки дали. Излишняя власть и более хороших людей превращала в животных. Чего уж обо мне говорить». Ладно, даю себе честное благородное слово, что стану пользоваться своим влиянием только в крайних случаях. Когда словарного запаса уже не будет хватать. Ибо, как говорили в одном умном фильме про арахнидов, «Чем больше сила, тем больше ответственность». Всю вонь холодная вода не отбила. Тут бы хорошо хозяйственным мылом пройтись, а ещё лучше дегтярным. Но лицо отачента перестало быть грязным, и я хотя бы понял, что охотник всё же ближе к европеодной ветви, а не мулат. Там уж и хлопа доспел. Поэтому после всех метаморфоз перед нами предстал чуть побитый жизнью крестьянин с опухшими веками. Уже хоть что-то. «Жди нас у главных ворот Локтра». «А деньги?» «Ага, чтобы мы тебя потом по всем кабакам вылавливали. Сначала доберёмся до храма, а уж потом будут тебе деньги. Только жди и никуда не уходи, через пару часов будем». И мы не спеша, а торопиться действительно было некуда, отправились к Василиску. Причём шли не по прямому пути, а огородами. Потому что лучник в паре с Фейрой тут же вызвали слишком бурный оживляж. Зато именно в Курмышах я и наткнулся на двух миротворцев. Причём оба мне были знакомы. «Не делай мне мозги. С сорокового уровня обучаю игроков я. Так давай разделим. Тебе дальников, мне ближников». «Какой ты мастер предсказывать погоду на вчера?» «Тогда с какого перепугу объявил рейд для ДДшников?» «Ну чё ты поелишь, как электровеник? Договоримся». «Твоя мама с Ишаком договорилась, и ты появился». Я тихонько потянул хло за собой и свернул влево. Встречаться здесь с гориллой и кадуцеем, которые, судя по всему, делили сферы интересов, не очень хотелось. Видно, что ребята так друг друга любят, что аж кушать не могут. Чего мне влезать в этот треугольник? Тем более, прости господи, третьим элементом там были деньги, а не женщина. Взрослые мальчики сами разберутся». Олега в таверне всё ещё не было. Вот же где его носит? А дядя Вася находился на том же самом месте, где я его и оставил. Как и обещал, золото он мне выделил без разговоров. Действительно, а чего болтать, если всё заверено письменно? Дружба дружбы, а денежки врозь. Тем более, сумма немалая. Не знаю уж, каковы размеры их шубохранилищ и клановой казны, но вряд ли они могут разбрасываться золотом направо и налево. Ближайшие два часа я провёл в Василиске. А дара всё ещё дулась на меня. Поэтому то ли придумала себе какое-то задание, то ли и правда ушла по государевому делу. А мне-то что? Выпил немного пива, поболтал с аналитиком о том асиум. Мужик дяди Васи был интересный. Не тем пресным стариком, который говорил, что молодёжь совсем распустилась и раньше было лучше. Такой бы в игру не ушёл. А человеком, не утратившим ещё весёлость и жизнерадостность. Он мне таких историй понарассказывал, что была бы рядом его с ужиной, дядя Васи очень бы нехило прилетела. Потому на хорошей ноте, и теперь, глядя на аналитика совсем другими глазами, из разряда в тихом омуте черти водятся, я поспешил на деловую встречу с Аластером. Как оказалось, только меня там и ждали. Драмон оказался обычным здоровяком с чёрными глазами и живым взглядом, хоть и немного оплывший. В общем, ничего не предвещало, что передо мной лентяй. А уж как он торговался, словно продавал не свои услуги, а личную охрану Букингемского дворца. Но и я не был лыком шит. Сошлись на 536 золотых. Прибавим туда ещё и комиссию Алластера, и получилось чуть больше 600 золотых. 605 и 68 сотых, если быть совсем буквоедом. Всё равно ощутимо. Всё же две сотни сэкономил, о чём мне сразу сообщила Дита. Получен талант торговли. Уровень 6. Ну что, тогда по рукам? Да, Криэл, вам стоит лишь подписать здесь и здесь. Задание «Первый после Бога» выполнено. Вы получили звание «Верховный жрец Лока». Вы получили доступ к «Отарю Бога». Вы получили умение «Ленивый ходок». Нет более доверенного человека у Бога, чем вы. Доступ на мгновенное перемещение в главный храм Лока. Возможность использования 1 раз в месяц. Вы получили умение «Боевая ленность». Волею вашей и лишь по велению взора, оборонённого на врага, скорость действия всех противников снижается на 15%. Время действия 2 минуты. Возможность использования 1 раз в неделю. Вы получили умение «Ленивое одобрение». Нет более почитаемого последователя Лока среди таоков и жителей Веравии. Мановением руки вы наделяете благодатью ближайших к вам существ. У всех последователей Лока в радиусе 150 шагов на 25% увеличиваются все таланты. Время действия 5 минут. Возможность использования 1 раз в месяц. Внимание! В связи с увеличением количества жрецов Великого и Незабвенного Лока изменены жреческие умения. Великого и Незабвенного? Диту что, ленивый сынок отца укусил? Ну ладно, что там с изменением? Почему-то именно эту информацию мне оглажать не собрались. Поэтому настала пора лезть за книгой. Прикосновение Ратозея. Вам стоит лишь тронуть человека, и ему станет лень что-либо делать. Время действия 1 минута. Возможность использования 1 раз в неделю. Крик Лоботряса. Воины наносят лишь 4 удара. Лучники не тянутся за 5-й стрелой. Маги не используют сложные заклинания разрушения. Время действия 2 минуты. Возможность использования 1 раз в неделю. Аура Лентяя. Апатичность окутывает всех ваших врагов, заставляя их почти бездействовать. Время действия 1 минута. Возможность использования 1 раз в месяц. Внимание! В связи с достижением жрецами количества трех существ, введено звание послушника. Любой жрец может возвысить истово верующего последователя Лока до послушника. А любой послушник после коллегиального согласия может стать жрецом. Послушники обладают умением ленивая медитация. Выберите условия для умения ленивая медитация. При отдыхе у послушника каждые 10 минут растет процент ускоренного повышения талантов или создания уникального предмета. Процент улучшений не может быть выше 25. После отдыха в течение 30 минут при условии полного уровня здоровья, маны и бодрости, послушник получает ускоренное восстановление всех перечисленных характеристик на 10% в следующие 15 минут. Ах, сейчас голова от обилия информации лопнет. Итак, о насущном. Два умения, из которых надо выбрать одно. Причем первое однозначно заточено на крафт, а второе на боевку. Ну, все довольно очевидно. Конечно, в долгую перспективу лучше брать первое, но времени у нас как раз нет. Итак, властью, данной мне моим непомерным эго, послушники будут боевиками, а не крафтерами. Умение ленивой медитации определено. Фуф. Теперь смотрим, что нам дальше отсыпали. Во-первых, по поводу верховно-жреческих скиллов. Ленивый ходок – это фигня. Хотя тоже может являться последним доводом при выживании. Хоп, и ты уже пьешь чай, или что покрепче вместе с локом. При условии, что сам храм не осаждают. Жаль только, что пользоваться можно только раз в месяц. Придется держать до лучших времен. Дальше два бафа. Причем очень неплохие. Что боевая леность, что ленивая. Ленивое одобрение. Как я понял, первый работает направленно. Куда посмотрел, там противник и замедлился. А второй попросту на радиус. Очень и очень вкусно. Не терпелось даже использовать их в деле. Кстати, у лености перезарядка всего неделю. Поэтому его я и опробую в ближайшее время. А вот со жреческими скиллами все было грустно. Теперь они стали почти бесполезными. Нет, это я лишка хватил. Не прям бесполезными, но очень сильно уступили в своей мощи. Что понятно, стало больше жрецов. Все в порядке, поинтересовался Алластер. Судя по всему, связь с космосом я устанавливал минимум минут пять. Да, все отлично, спасибо вам. Пожал я руку щеголю НПС. Это моя работа. Ответил он тем же и улыбнулся. Если вы когда-нибудь еще, то сразу обращусь к вам. А что, с делкой я остался полностью доволен. Поэтому даже не лукавил. Ваши отношения с Алластером улучшились. Теперь вы знакомы. На улицу мы вышли втроем. Причем наш новый спутник совсем не тушевался и держался так, будто путешествовал в нашей компании не первый год. Мне он даже понравился. Конечно, первое впечатление было обманчиво. Но вот о чем-то я сразу разглядел в эпивоху, а в глостере хитрого жука. Что может и мать продать в случае чего? Неужели локу хоть с одним жрецом повезло? Куда нам теперь? В интонации Илгрена чувствовался легкий акцент. И еще он немного растягивал слова. Прикольно. Первый прибалт НПС Драман. В главный храм лока. И где он находится? Илгрен выглядел не как пустомелья, которому хотелось попросту почесать языком. Напротив, он держался очень деловито. В шипастом лесу возле вубры. Долго идти, задумался НПС. Лучше будет нанять повозку. И приедем скорее, и не устанем. Нет, все-таки зря на лентяев наговаривают. Посмотрите на этот образчик почитателей лока. Просто чудесно. Кстати, он же НПС, да еще Драман, а до сих пор без бога. Да, думаю, так мы и сделаем. Кивнул я своим спутником, направившись к выходу из квартала. Скажи мне, Илгрен, а почему ты до сих пор не выбрал господина? Как я понимаю, лог твой первый бог, которому ты поклоняешься. Первый? Согласился Илгрен. Ну вот, блин, лишил НПС религиозной девственности. У племенных, или как вы нас называете, диких драманов, не принято почитать имперских богов. А вот это уже очень и очень интересно. Получается, у меня под рукой вот прямо здесь на острове просто огромное количество незадействованной паствы, с которой можно работать. Тогда надо пробежаться по диким племенам. Естественно, делать я это буду, мягко говоря, не в первую очередь. Конюшни оказались, как ни странно, неподалеку от центральных ворот. Всего лишь через два дома от жирного трехозуба. Только были так изящно спрятаны в паутине улиц, что, будучи один, я бы их точно не нашел. Хозяин местного хлева оказался несговорчивым. Мало того, что пытался впарить несколько лошадей вместо необходимой повозки, так уже после сказал, что сдаст нам в аренду телегу только в нагрузке, со своим возницей. Мол, нам нужно добраться лишь до вубры, а там ни у кого конюшен нет. Потому обратно животину придется доставлять самому. И ничего на него не действовало. Ни золото, ни убеждения, ни угрозы. Уперся рогом драман недоделанный и до последнего стоял на своем. Пришлось соглашаться. С другой стороны, так вышло даже лучше. Заплатил небольшую сумму и наслаждаешься видами верави и шуршащими кустами, в которых прячутся зубогрызы. Правда, возница оказался странным, что называется слишком запрограммированным. На вопросы не отвечал, сам в диалог не вступал. Слушал лишь простейшие команды вроде «стой, поехали». И звали его ни много ни мало возница. Ага, как слышится, так и пишется. В общем, за все время моей игры настолько обезличенных НПС встречать еще не приходилось. Но на деле это никак не сказалось. Возница по имени Возница вел телегу с нами. Ворчащего тачента мы подобрали на выходе из Локтра. Илгрен глубокомысленно рассматривал небо. Охотник на вампиров бурчал. Дескать, не гоже начинать долгую дорогу без выпивки. Ахло рассматривал обочину дороги и изредка потряхивал ушами. Постараль. Мне вдруг подумалось, что именно в дороге приходит какое-то внутреннее успокоение, и начинаешь думать о вечном, неизменном. О том, на что в твоей жизни, где все на бегу и наспех, времени не хватает. А вот стоит сесть в поезд, отъехать от станции, да посмотреть в окно на мелькающие электрические столбы из рассохшегося дерева, шелестящие сережками березки, растилающиеся поля, и сразу хочется поразмышлять о чем-то серьезном, глубоком. Однако реальность не дала родиться на дороге из Локтра в Убру новому гиганту мысли и отцу русской, да и что там, всеобщей демократии. Потому что разверзлись небеса, и тот самый голос, что возвестил о пришествии незапланированных богов, довольно громогласно заявил. «Волею бога и поглоняющихся ему существ был создан главный храм Тайнери, бога смерти». Не сказать, чтобы я удивился. Чего-то подобного и стоило ожидать. Похоже, что Тайнери оставаться в стороне явно не собирался. Вот ведь серый жлоб. Только его мне на этой шахматной доске не хватало. Зараза, настроение все испортил. Благодушие и степенность как рукой сняло. Я даже стал подгонять возницу, и пару раз достаточно неласково ответил от а чем-то на его недовольство сухим законом в отдельно взятой повозке. Так или иначе, с охотником прокатило, он заткнулся. Вубра встретила нас шумно и даже излишне весело. Я соскочил на землю, подождал, пока то же самое сделают мои спутники, после чего отпустил возницу. Тот даже не помахал на прощание, развернул телегу и потрёсся в локтор. «За мной идите и не отставайте», сказал я своим, пытаясь обойти толчью. И, кстати, не зря, потому что от а чем-то сразу обступило несколько игроков, задающие глупые вопросы. «Вы не знаете, где храм? Вы куда сейчас пойдёте?» «А, так это Непесь, ты чего к нему пристала?» На помощь охотнику пришёл и Илгрен, потянувший того за собой. И мы спустя каких-то несколько минут продрались к крайней хижине, расположенной у самого леса. Вот тут уже и ребята были не совсем из новичков, и разговоры поинтереснее. «Надо разбиться на группы и прочесывать весь лес. Каждый возьмёт на себя определённый сектор. Лучше за руку и цепью. Предлагаю по высоткам сначала пройтись. А аргримы? С ними же перемирие. Ребят, мне Кайрин написала, говорит, нашла его, но внутрь не пускают какие-то существа». Я прижал палец к губам и поманил спутников за собой. Ясно, понятно, чего тут происходит. Значит, надо торопиться. Храм по-прежнему без защиты, не считая нескольких сотен дендроидов. Нет, с этой толпой они точно справятся. Но что-то мне подсказывает, что прибудут и другие. А терять солдат Урфина Джуса, что будут воевать за меня. В моих влажных мечтах они уже шагали в ногу и пели песни зелёных о защите леса. Не хотелось. Задача оказалась трудно осуществимой. Всё же у меня в спутниках только один был послушным и добропорядочным феерой. А вот два туловища позади квалифицировались как лентяи из самого дрянного пошива. Я не стал молиться святому Януарью, чтобы он помог скромному верховному жрецу, а попросту сделал внушение. И что вы думаете? Запах горелых чернил, что источали татуировки у моих подопечных, оказался красноречивее любых слов. На крайний случай даже выпустил Монтикору. Вдруг кто попадётся по пути и придётся сражаться. Надеяться на пыхтящих позади прислужников лока не приходилось. Вот замелькали руины, послышались голоса, и мы выбежали к тому самому холму с храмом. Фух, всё цело, всё на месте. Только дендроиды встали плотным кольцом, как омоновцы на выступлении заграничной звезды, и не пускают группу игроков. Я присмотрелся к таокам и облегчённо выдохнул. «Ха, привет!» — скинулась фиалка, завидев меня. «Ты не знаешь, как тут пройти в главный храм? Тут какой-то квест надо выполнить. Если да, то очень странно, потому что никто его не даёт. Я уже со всеми дендроидами поговорила». Тут я усмехнулся. «Бедные защитники». «Они молчат. Только самый главный сказал, что надо ждать». «Надо ждать!» — успел вставить я слово, потому что от её пулемётного стрёкота начинало стучать в висках. «А вы чего тут делаете? Ты, насколько я помню, последовательница Берилл». «Но так за просмотр денег же не берут? Или тут берут? Если берут, это не очень хорошо. У меня не так много денег, а ребята пришли вознести хвалу». «Какую халву?» Все её слова слиплись в один большой, нескончаемый кусок чего-то сладкого. «Хвалу!» «Это знаешь, как хвала великому Ктулху. Только тут не Ктулху, а Лок. У двоих ребят нет господина. Вот они хотели пользоваться случаем». «Хорошо, хорошо. Дай я схожу, посмотрю, что и как, а потом приду». «Ох, кому ж такое счастье достанется? А может, фиалка только тут такая? А в жизни немая девчушка, которая нашла себя тут. Хотя кого я обманываю, поди ещё та болтушка». Скорее всего, родные, чтобы не быть повинными в её смерти, и скинулись ей на вертшлем. Теперь страдают только игроки. Храм нас встретил не менее интересно. Снова с ссорой. Может, эта аура разрушенного Йорона так влияет? Хотя, когда я услышал суть претензий Лока, на минуточку, одного из всего трёх существующих в этом мире богов, то причина стала ясна. И называлась она Глостер. «Я же знаю, что ты их взял», — сурово возвышался над крохотным гномом всесильный ленивец. «Презумпцию невиновности никто не отменял. Я сейчас тебе такую презумпцию покажу». «Ох, знал бы, что бог так со своими жрецами обращается. В жизни бы сюда не пришёл». «Чего это тут у вас?» — решил подать голос я. «Это-это жрец», — будто выплюнул Лок. «Стащил лампады с маслом». При этих словах он указал в один из углов храма, самый тёмный из всех. «Поклёб на моё честное имя». «На твоём честном имени клейма ставить негде». Пришлось встревать в разговор первому после бога. «В общем так, я не буду сейчас доказывать, что именно ты это сделал, Глостер. Просто скажу так. К завтрашнему утру надо найти лампады и сделать так, чтобы все они висели на прежнем месте и горели. На всякий случай, я немножко, совсем чуть-чуть надавил своим жреческим влиянием на гнома, чтобы он понял, тут не шутки с ним шутят. «Я поезжу, конечно, осмотрю всё вокруг», — самым миролюбивым тоном ответил он. «Посмотри». «Давай ты сразу уяснишь себе крепко-накрепко. Клептомания здесь вполне себе хорошо лечится клаустрофобией. А раз ты такой прыткий, то будешь ответственным за материальную и хозяйственную части. Если вдруг что исчезнет из храма, или мы чего не досчитаемся, то будем знать, с кого спрашивать». Вот при этих словах Глостер совсем приуныл. «Но мне даже жалко его не было. Сам виноват. Только в калаш ныряться своим свиным рылом в лес и тут же воровать. Мог и потерпеть. А вот уж потом, когда бы все расслабились, в одну ночь вынести алтарь со всеми кадилами и лампадами». «Ваши отношения с Глостером улучшились. Теперь вы друзья». «Вот ведь гном. Все у них шиворот на выворот. Или может он таким образом подлизывается? В любом случае, таких друзей за причинное место и в музей. То есть нельзя расслабляться рядом с Глостером». «Ну ладно. Если разобрались, то что теперь делать? Я, как договаривались, привел трех жрецов. Сам стал главнокомандующим ленивых войск. Дальше что?» Лог только теперь с сомнением осмотрел моих спутников. «Этот неплох. Может сгодиться», — указал он на Илгорна. «А другой мне не нравится». «Нравится, не нравится, спи, моя красавица», — съязвил я. «Тут, знаешь ли, на место жреца не каждый подходит. Такое ощущение, что космонавтам легче стать». «Ладно», — махнул рукой Лог. «За мной». «Гав!» — тихо пробурчал я. «Ну а что вы хотели?» «Настроение после сюрприза от Тайнери было не ахти». Слава отцу, Лог не услышал моей реплики или благосклонно сделал вид, что не услышал. «Стой здесь», — указал он Глостеру, и мы пошли дальше. «А ты здесь». Теперь настала пора от Ачента. «Таким образом мы обошли алтарь, образовав квадрат». После всего Лог поднялся к алтарю и уже оттуда бахнул. Нет, в прямом смысле. Из груди бога точно выстрелило серым лучом. И, конечно же, в меня. Больше же тут претендентов не было. Ощущения были не сказать, чтобы болезненные, скорее неприятные. Вроде как сверление зуба под наркозом. Ничего не чувствуешь, но само осознание, что именно сейчас бормашина вгрызается в твой родной Дин-Тин? Фу! Страдал я не один, хоть за это спасибо. Секунды через две точно такой же луч, только в количестве трёх штук, бахнул и по жрецам. Причём к Глостеру он полетел насквозь, через препятствие. «Чудесные дела твоей, логсподи». Удивляться или спросить, какого чёрта происходит, не удалось. Конечным этапом нашего полупроводникового приключения стали как раз жрецы. Три луча, отражённые от них, устремились к алтарю, будто впитывая его, и всё исчезло. «Зови почитателей!» Тем самым громовым голосом, который я слышал недавно у кратера, произнёс лог. Вот при всём желании бы не смог ему противиться. Да если честно, именно сейчас мне хотелось больше всего узнать, что же будет после такого странного действа. Может, от алтаря в почитателя ударят серый луч, и мы обогрим кровью храм? Тьфу, чего-то я кровожадный не в меру. Это явно от нервов. Я выскочил наружу, где неподалёку всё ещё толкались несколько игроков во главе с фиалкой. «Эй, кто ещё господина не выбрал?» Вверх взметнулись четыре руки. «Нет, таоков было трое. Просто один из них, плотный здоровяк, так разволновался, что поднял обе конечности. Алтирен, пропусти этих троих». Дендроид ничего не сказал вслух, но ближайшие к игрокам деревянные солдаты отошли в сторону, выполняемый приказ. Троица просочилась, но вот рыпнувшиеся следом остальные были довольно жёстко остановлены. «Крилл, я, конечно, послушница Берл, но мне тоже интересно посмотреть на храм Лока. Всё-таки один из трёх существующих в этом мире богов. Вот хочу этот храм посмотреть, потом ещё храм Тайнери. Ты слышала, что Тайнери сотворил храм?» «Потом, фиалка, потом!» – спешил я внутрь, уводя растерянных игроков за собой. А было с чего опешить. Во-первых, великолепие великолепное. Храм действительно выглядел грандиозно. Во-вторых, суровые НПС, которые быстро вошли в роль жрецов. Даже Атаченто попытался прикрыть своё испитое лицо маской представительности. В-третьих, бог – самый настоящий, могучий и большой, свободный хламиди, стоявший на лестнице к алтарю, который внутри и не алтарь вовсе, лицом к вошедшим. Поэтому я не удивился, как тот самый здоровяк тихонько ойкнул. «На колени!» – грозно ряфнул Лок. Ого, со мной, помнится, всё было попроще. Так или иначе, игроки без сомнений плюхнулись на землю и даже опустили головы. «Говори, понтифик!» «Да, давай, понтифик, говори!» – стал озираться я. Но что жрецы, что Лок смотрели почему-то на меня. «А, так это я и есть, значит, понтифик!» «Ну, лады!» «Э-эхм...» Я откашлялся, после чего придал своему голосу необходимую торжественность. «Сегодня, находясь в главном храме Лока под сенью великого серого сына отца, поглядел на ленивца, тот прижал кулак ко рту, вроде грозно, но мне что-то подсказывало, тот сдерживается, чтобы не засмеяться. Понял перебор с пафосом. «Вы желаете принять своим господином Лока бога лени?» «Да!» – раздался нестройный рой голосов. Как оказалось, большего и не требовалось. Мощная голубоватая волна зародилась у алтаря и прокатилась по храму, желая выплеснуться наружу. Выполнено задание охрана храма. Вы доказали своё право называться другом дендроидов, и теперь ваше слово среди них имеет свой вес. Ваши отношения с алтиреном улучшились. Теперь вы знакомы. Ваши отношения с алтиреном улучшились. Теперь вы приятели. Вам доступно умение «Цепкие ветви». Каждый лунный цикл вы можете призвать пять стражников-дендроидов для своей защиты. Я зачарованно смотрел на запястье, которое покрывалось татуировкой в виде перепутанных веток, а система не думала останавливаться. К вам применён божественный эффект «Нерадивость». Невозможно ввести боевые действия на территории храма и земель, к нему примыкающих. О, вот и защита подоспела. Замечательно. Я рванул к Богу, который в тяжёлой поступе уставшего от многочисленных дел человека отправился к себе наверх. «Лок, Лок, погоди, ты куда?» «Туда». Для полной убедительности Бог ткнул пальцем наверх. «А как спланировать работу храма? Что вообще теперь делать надо?» «Да что хотите. Храм может принимать почитателей. Они могут стать моими последователями. А я отправляюсь к себе. Уж слишком вымотался с вами. Думаю, теперь месяц совсем ничего не буду делать. Напряги своих жрецов. Еду и питьё им...» Он задумался. «Можно будет найти в погребе. Вон там, позади храма. Вроде всё». «Нет, в принципе, он прав. Чем заниматься ближайшим приверженцем Бога Лени? Только бездельничать». Спустился и передал все слова. Аточенто сразу рванул к погребу и сдаётся мне не чтобы поесть. «Илгрен, ты тут самый вменяемый, поэтому проследи на всякий случай. Вон тот, который умотал, не должен много пить. А этот...» Мой палец уткнулся в Глостера. «Много воровать». «А малым стяжательством заниматься можно?» задумчиво спросил Гном. «Чего спрашиваешь? Всё равно же будешь?» «Ладно, скажу так. Если это не вредит Локу и храму, то ты можешь обогащаться любым способом. В пределах разумного, естественно». Глостер заметно повеселел. «Надеюсь, у нас примерно одинаковое понимание об этих самых пределах разумности. Потому что старую собаку новым фокусом не научишь. Как бы Гном не старался казаться хорошим мальчиком, я знаю, какой он на самом деле пройдоха». К моему счастью, дендроиды снаружи, хоть и перестали сохранять защитное построение, фиалка с оставшимися новичками тут же проскользнула внутрь. Но ещё не разбрелись окончательно. И это хорошо. Я решительно направился к экс-рублику. Сразу решив взять быка за рога, а древо человека за корни. «Самое долгое через неделю сюда прибудут люди, в смысле разные существа», сказал я, «чтобы начать отстраивать Йоран. Мне хотелось бы знать, ты и твои лю... братья и сёстры со мной или нет?» «Сколько вас будет?» прокряхтел Альтирен. «Несколько сотен», уклончиво ответил я. «Вообще, если сейчас говорить по чесноку, даже в душе не представляю. Во-первых, надо собрать коалицию и убедить всех, что нужно сюда переезжать. На этот счёт было пару мыслишек, но я их даже озвучивать не рисковал. Во-вторых, надо найти дополнительные инвестиции. Даже если втянуть сюда казну миротворцев, то далеко мы не уедем. Да, скажем, через месяц я сам смогу отбивать неплохие деньги на рыболовстве. Но это когда будет?» «В-третьих, опять же нерешённый вопрос по поводу последователей Лока. Это тоже дело времени. Как я понял, чем больше почитателей, вкладывающих хвалу в Бога, тем шире будет расходиться нерадивость. Не зря же нам упоминали не только про храм, но и прилегающие земли. А вот именно решения двух первых вопросов вытекают из третьего. В общем, всё, что я мог сейчас сделать, это лить в уши главному дендроиду, ибо по-другому никак. «Хорошо, мы поможем вам с восстановлением Йорона», – наконец согласился бывший Аргрим. «Ваши отношения с Алтиреном улучшились. Теперь вы друзья». «Ну, добро», – пожал сухую, пахнущую миртом руку. «Хло, где ты ходишь? Давай быстрее. Пора навестить нашу старую знакомую». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова